Здравствуйте! В эфире Актуальное интервью. И сегодня мы поговорим с теми и о тех, кто вместо паники во время пандемии выбрал для себя добровольчество. Именно добровольческие движения стали ответом коронавирусу по всему миру. И сегодня гости в нашей студии. Это координатор волонтерской деятельности в Центре социального обслуживания Яна Полонская, а также координатор штаба волонтеров акции «Мы вместе» Тимур Рахимов. Здравствуйте! И расскажите, пожалуйста, продолжается ли сейчас ваша деятельность и чем вы занимаетесь? Я в настоящее время нахожусь в отпуске. Дохожу, так сказать, последние денечки. Но буквально два дня назад поступила заявка. От знакомых попросили очень, чтобы помочь людям, которые находятся на самоизоляции. Подхватили вирус и выйти с дома не могут. Но там даже дело не в продуктах, а дело в том, что надо погулять с собакой. Так как у меня у самой есть собака, я люблю собак. И вот взяла на поруки эту семью. И два раза в день мы гуляем. Выйду на работу. Буду также помогать дальше этой семье. Ну и что хочу добавить. Ситуация, конечно, у нас в городе снижается по поводу количества поступивших заявок. Но они не прекращаются. То есть они есть. И сейчас я выйду на работу. Буду также продолжать принимать заявки с волонтерами, их отрабатывать. Тимур. Ситуация точно такая же. Поступают заявки. Люди просят, обращаются за доставкой продуктов, медикаментов. Обращаются не каждый день, но достаточно часто. Наши волонтеры, их порядка 30 человек, каждый раз выезжают на вызовы, доставляют все необходимое. И, в принципе, вот так вот и проходит наша работа. Яна, расскажите, пожалуйста, поподробнее, чем занимаются ваши волонтеры и как это все происходит. То есть безопасно ли это, небезопасно? В первую очередь, конечно, мы собрали команду волонтеров, провели инструктаж, рассказали, как действовать. Заявки поступают на горячую линию Департамента социальной защиты и уже оттуда переходят в наше отделение срочного социального обслуживания, где специалисты принимают заявку. Любая заявка отрабатывается совместно со специалистом. То есть волонтер один не выходит. Выезжают специалисты и берут с собой волонтеров. Иногда бывает, конечно, что заявка не входит в категорию 60+, а переходит в категорию самоизолированных. Тогда, конечно, ее отрабатывают чисто волонтеры уже в свободное от работы время, либо когда у них оно есть. И таким способом сообща мы вот эти заявки отрабатываем. Сколько уже заявок, Тимур, вы отработали и сколько человек были задействованы конкретно в работе по данным заявкам? На сегодняшний момент отработано более 80 заявок. Волонтерами в количестве 30 человек. Вот примерно так. Мне известно, что перед тем, как стать волонтером и начать помогать людям, которые нуждаются в помощи, каждый волонтер проходит обучение специальное. Так ли это? Да, благодаря акции «Мы вместе» были разработаны инструктажи, с помощью которых каждый волонтер прошел, зарегистрировался на сайте, получил свидетельство, что он прошел инструктаж. И также перед выездом на заявку мы еще раз инструктируем волонтера, выдаем перчатки, маски и, естественно, сопровождаем. И все это происходит безопасно, то есть не из рук в руки, это возле двери. То есть у нас волонтеры даже иногда новеньким волонтерам могут дать сами инструктаж. Тимур, расскажите, пожалуйста, какая может быть самая запоминающаяся заявка была и поступала, и есть ли такие люди, которые, как правило, уже обращаются постоянно за помощью? Да, безусловно, такие есть. Как раз с таким заявителем связан один из интереснейших случаев. Снимали репортаж про деятельность волонтеров, и на этом репортаже женщина, которая оказывала услуги, вышла специально с плакатом благодарности за то, что мы помогаем, доставляем продукты. Она звонит нам достаточно часто, если что-то требуется, мы с радостью оказываем ей помощь. Вот такой момент. Расскажите, пожалуйста, как происходит закупка продуктов, как вы определяетесь с заявителем, что именно нужно купить и как это все происходит? В первую очередь, когда поступает заявка, это происходит все очень быстро, потому что основная работа продолжается. Принимается заявка, пишется список продуктов, которые человек хочет, и уже передается волонтеру и сотруднику. Уже в магазине, то есть мы понимаем, что если человек попросил масло, мы не покупаем самое дорогое масло, мы все равно можем перезвонить, переспросить. У нас есть телефон, и мы напрямую спрашиваем, можно ли заменить этот продукт, можно ли заменить этот продукт. Но сразу обговорим, что мы стараемся покупать все в одном магазине, потому что по городу мотаться времени просто не хватает, потому что заявок бывает в день, по две, по три. И сообщаясь с человеком уже напрямую, мы отрабатываем список продуктов. У нас не было никогда каких-то загвоздок, не было такого, что нам говорили, ну это не надо, это не надо. Всегда все заменялось, и человек оставался со списком продуктов. Кроме того, что вы доставляете продукты, медикаменты, что еще, какие еще задачи вы выполняете, Тимур? Также мы выносим мусор, если долго у заявителя он находится. То есть, как правило, в основном это три вещи, которые мы оказываем, это доставка продуктов, медикаментов и вынос мусора. А у вас, Ян? Ну вот, уже столкнулись с тем, что погулять с животными, плюс мы еще оказывали услугу по оплате ЖКХ, но через личный кабинет, через интернет. То есть, волонтер выходил к пожилому человеку, и плюс ко всему он научил пользоваться, и то есть в дальнейшем он, даже когда пандемия закончится, он будет пользоваться личным кабинетом. Таких заявок было около пяти. Ну вот в целом, что вы можете сказать? С благодарностью ли люди относятся к труду волонтеров, добровольцев? Вы знаете, с теми людьми, с которыми мы работаем уже давно, конечно, они понимают, какой это труд, и всегда благодарны. Но бывают такие случаи, когда, допустим, человек звонит и говорит, ну куда вы придете, давайте побыстрее. Я же сейчас заявку оформила, значит, вы должны мне сейчас принести. Ну мы в корректной форме отвечаем, что вы у нас не один, и волонтеров не хватает, и все волонтеры-то кто? Это я, и сосед, и коллега, это все мы. Мы работаем, и зачастую не хватает времени, да, и мы просим подождать, что обязательно сегодня заявка будет выполнена. Бывают такие случаи, они очень редки, и я так думаю, это не потому, что он человек такой, а, скорее всего, из-за стресса, и просто хочется поговорить. Бывает даже звонят, чисто поговорить. Ну, оформляет заявку на покупку продуктов, но попутно, наверное, час можно разговаривать, и выслушивать благодарности, и говорят, какие мы молодцы. И попутно покупая продукты, еще человека успокаиваешь. Вот, наверное, вот в этом прелесть все. Ну и в целом, до какого времени у нас все это дело будет продолжаться? И будете ли вы продолжать работать в таком же режиме и помогать людям? Я думаю, что даже когда пандемия закончится, все равно это стало какой-то уже доброй традицией. И бывают такие случаи не потому, что человек действительно 60+, ему нельзя выходить из дома, потому что пандемия. А он этого просто сделать не может, да, в силу каких-то обстоятельств. Там, сломал ногу или попал, там, не знаю, в больницу, да, некому ему помочь. Вот, я думаю, мы будем действовать на такой же основе, тем более команда волонтеров уже себе показала, и они хотят еще, и просят заявки. Ну, заявок уже не так много, говорю, ну, где же нам их взять, но тем не менее. Вот, и вот такой костяк из 10 человек у нас уже собран, и я думаю, что мы будем продолжать так же работать, вне зависимости, когда закончится пандемия. А у вас, Тимур? У нас тоже, к счастью, количество заявок идет на спад. Все волонтеры, которые оказывают помощь, им всегда от заявителей большая благодарность идет. Особенно люди более старшего возраста видят, что им приносят, помогают приносить продукты. Они, как правило, даже пытаются поменьше нам звонить, потому что понимают, что работает очень много у ребят. Вот, и такая вот небольшая благодарность от них. Очень приятно, на самом деле, и всем волонтерам, которые оказывают помощь, вот, в данный момент, в период времени, им огромная благодарность, я думаю, от всех нас. Потому что, если бы не они, ситуация, мне кажется, была бы немного хуже. Расскажите, пожалуйста, горожанам, как оставить заявку и как воспользоваться помощью волонтеров? Заявку можно оставить, позвонив к нам в центр по телефону 29 205. Специалисты принимают заявку, и дальше она уже передается сотруднику и волонтеру. У нас заявку оставляют, позвонив по горячей линии, там достаточно простой телефон. Он оставляет свои данные по этой заявке, она сразу же переходит в центр обработки, после этого поступает непосредственно ко мне. Я нахожу волонтеров, которые готовы в определенное время и в период выполнить заявку, и уже непосредственно идет отработка. Завершающий вопрос. Как вы считаете, важное ли вы дело делаете? Вы знаете, вот когда началась пандемия, мы с Тимуром тесно не сотрудничали. И на фоне вот этой всей ситуации у нас родился проект, который мы будем в будущем реализовать. Он будет проходить на базе нашего центра с пожилыми людьми и как раз с волонтерами, с молодежью. Будет создаваться новое молодежное пространство, в которое будут собираться волонтеры совместно с пожилыми. И помогать им реализовать какие-то свои задумки. Потому что действительно, кто-то хочет многому научиться, но они не могут этого сделать. И мы сотрудники, мы ограничены в каких-то рамках должностных. Мы выполняем работу и, к сожалению, мы не можем уделить внимание стольким людям, которые обращаются. Вот. И мы не будем раскрывать все секреты. Мы с Тимуром ездили в Москву, где работали над этим проектом. Там действительно у нас команда большая. В команду входит и департамент молодежной политики, департамент социальной защиты. То есть он будет на уровне округа, и наш город станет пилотным. Вот. И действительно, вот сейчас вот уже есть команда волонтеров, да, которая собралась, ну, так скажем, благодаря пандемии, да, вот, которая будет работать и дальше вместе с нами, вместе с нашими пожилыми. Они уже ждут, они уже хотят. Будем создавать вот такое интересное пространство. Конечно, мы посмотрели, да, сейчас, что вот, где раньше были волонтеры, да, и где они сейчас стали, да, к волонтерам относились несерьезно. Сейчас ситуация в корне поменялась. Волонтеры – это те люди, без которых, ну, можно сказать, никуда. Ну, вот, кто бы пошел помогать просто так, относить продукты после своего рабочего времени, таких единиц, они есть, они собрались, да, это взрослые люди. Есть кому и 40, есть кому и 20, да, разновозрастные. Вот. И нас эта ситуация сплотила. И мы очень рады, что у нас теперь и с Тимуром есть взаимодействие, и волонтеров стало намного больше, и они поняли, что они нужны. И вот ситуация показала. Пока люди, которым мы оказываем помощь, будут дарить слава, благодарности, улыбаться после того, как мы выполняем свою работу. И люди, которые будут, всегда будут готовы прийти на помощь, я думаю, эта работа будет стоить того. Спасибо, что пришли к нам в студию. Яна, Тимур и рассказали жителям города Муравленко о том, что вы действительно делаете важное дело. Еще раз благодарю вас. Приходите еще. Субтитры создавал DimaTorzok